Давайте пока пытаются вывести мою презентацию на экран. Большое спасибо предыдущему докладчику. Честно говоря, это лучший доклад, который я могла бы себе вообразить перед своей презентацией. Объясню почему. Это, знаете, такая кристально чистая, очищенная от всего наносного техническая точка зрения на образовательное программное обеспечение. Ничего лишнего. С точки зрения техники идеально. А вот теперь мы поговорим про живых людей. Ну, пока живых. Почему я здесь и зачем я это все делаю? Я 25 лет в маркетинге, интернет, сетевые коммуникации, цифровой маркетинг, контентная реклама и прочая бесовщина. Больше 10 лет я работаю в высшем образовании. И я, наверное, побывала во всех ролях. То есть начиная от преподавателя, заканчивая от члена различных комиссий по внедрению проектов в цифровое образование и так далее, федеральных целевых проектов. Это я не хвастаюсь. Это я просто хочу сказать, что когда я говорю точку зрения, я говорю точку зрения, которую я, наверное, смогла извлечь из бесед со своими коллегами из многих-многих российских университетов. Ну, потому что я общаюсь практически со всеми. И как начиная с ведущих университетов, типа МФТИ и так далее, вот я вообще 8 лет отработала. Сейчас я работаю в более техническом и менее раскрученном ВУЗе, но это не значит, что мы, скажем так, сильно отстаем. Перейдем к практике. Итак, что, собственно, если отличить от техники, с чего начинается покупка программного обеспечения в образовании? Начинается все не с того вызова, про который говорил предыдущий докладчик, не про то, на каком языке написано программное обеспечение. Оно начинается с бизнес-заказчиков и их задач. Поверьте, департаменту образования абсолютно пофиг на то, на каком языке все написано. И если им надо, чтобы конференция работала на 500 студентов, им надо, чтобы конференция работала на 500 студентов. Да, обычно сотрудники IT-департамента, вот мой со-докладчик, которого, к сожалению, нет, он незримо присутствует, прекрасно понимает разницу на то... Да, он здесь. Прекрасно понимает разницу сложности интеграции. Но поверьте, никогда еще IT-департамент не будет играть первую скрипку по закупке программного обеспечения. Потому что есть проектор по образованию, есть проектор по науке. Даже если есть проектор по цифровой трансформации, все равно университет — это в первую очередь образование, во вторую очередь наука. А уже потом где-то там у нас есть цифровизация, и у нас есть технические вопросы, какое программное обеспечение закупать. В тех случаях, когда удается продвинуть неудобное, неправильное техническое решение для бизнес-заказчика, что они делают? Они идут в коммерческое программное обеспечение. Они используют Google. Они используют Google-сервисы. И вот несмотря на прямой запрет Министерства образования и науки об использовании Google-сервисов, ну, когда мне приходит из Министерства образования и науки очередная ссылка на митинг в YouTube, я понимаю, что, наверное, они где-то там запрещают, но не очень. Это как раз опревалирование бизнес-заказчиков перед техническими решениями. И решение принимается исходя из того, как, насколько удобно, понятно, функционально, а главное, популярно и очевидно для бизнес-заказчиков решается та или иная задача. И только вот где-то внизу у нас есть IT-экспертиза, которая отсекает совсем уж неподходящие вещи, извините. Итак, а что, собственно, мешает бизнес-заказчикам принимать это решение о том, что у нас есть свободное программное обеспечение? Более того, нам министерство, два министерства, Минцифры и Минобрана науки, толкнула ногой и сказала, ставьте российское. Все, ставьте. Как мы это делаем? Ну, как бы это вежливо сказать? Мы, наверное, один из ведущих вузов по установке российского и свободного программного обеспечения. Если вы меня спросите, сколько у нас импорта замещено, я отвечу, что 20% замещено, конечно. А все остальное… Это, поверьте, намного выше среднего. Если вы возьмете ИТМО, а ИТМО — это реально очень крутой, хороший и продвинутый в цифровизации вуз, у них там будет 5%, и то потому, что это можно было написать в отчеты туда, чтобы на них сильно не давили. Что же мешает? Ой, 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 а вот теперь все хорошо. Когда я изучила, ну, как бы все популярные, все известные предложения по пакетам для образования, и каждый раз у меня возникло ощущение. Вот действительно, тут изображена максимальная дичь, потому что у меня ощущение, что я захожу, и там лежит куча всего полезного. Только оно в такой перемешке, и настолько непонятно, что лежит. Да, вот я иду за дирижерской палочкой, а у меня лежат бананы, лопата и так далее. Серьезно. Очень много всего полезного. Но даже когда я, как сотрудник ИТ-департамента, пытаюсь найти что-то нужное, мне приходится перелопачивать кучу информации. Ни один бизнес-пользователь, он умрет прямо вот в начале, когда увидит все это великолепие. Он просто закроет и уйдет в Google, или уйдет, скажет, какими угодно способами, пропирайте мне что-нибудь в Майкрософтовское. Он через Казахстан закупит Zoom. Это правда. Люди не ищут сложных решений, люди не ищут технически правильных решений. Люди ищут понятные, очевидные, вот чтобы их тнули, и они полетели. Пинок — это важно. Более того, если все-таки те, кто особенно упорно доходит до состава, крайне мало сформулированы преимущества. Почему это надо купить? А если непонятна целевая аудитория, непонятен фокус, непонятно, что покупать? Вот тут коллеги задали вопрос предыдущему докладчику, а на какой возраст рассчитано? Почему-то образование воспринимается как некая такая глыба и махина. Образование — это очень разные вещи. Школа от университета отличается практически так же, как лопата от скрипки. Более того, университеты намного свободнее в выборе. Школы, ну им сказали, они пошли копать. Да и денег у них, честно говоря, всегда меньше, если там не брать что-нибудь типа президентского лицея. Если уж говорить про дополнительное образование, если говорить, кстати, по поводу дополнительного образования, к слову, робототехника пропадается с четырех лет. Так, на минуточку. И то, что вот взгляд сверху, что да, мы считаем, что робототехника — это рано, это не значит, что родители школы, так, сколько у меня времени, еще все хорошо, родители и школы считают, что это робототехника нужна. Соответственно, школа, дополнительное образование, они на это отвечают. Да, как правило, это, ну, такая вот, ну, не очень робототехника, но тем не менее, вот буквально недавно мне коллега очень радостно сказал, а все, у меня ребенок входит на робототехнику, ему пять лет, он уже роботов делает. Нет. Но тем не менее, если вы предлагаете одинаковые решения, а, как правило, пакеты, сводные для школы, для ДПО и так далее, да, в базальте есть глубоко закопанное разделение, но об этом я как раз перейду на следующий, через пару слайдов. Про техноориентированность я не буду долго говорить, потому что я о нем уже сказала. То есть, да, те попытки, попытки работать в сторону маркетинга, они пока ограничиваются такими, знаете, общими декларациями. То, за что я на своем курсе по маркетингу, по цифровому маркетингу, сильно ругаю студентов, иногда даже бью. У нас легкая интеграция. Это как? У нас удобный пакет. Как это? Удобно как? Ну, я не знаю, я могу в танце его установить или что? И так далее, и так далее. Соответственно, бизнес-заказчики не получают значимой информации. Нет информации, они думают, ну, опять какая-то странная штука для этих технических странных мужиков. Тьфу на них. И идут дальше. Замечу, когда мы говорим о бизнес-заказчиках, больше половины из них имеют техническое образование. Примерно четверть из них даже довольно неплохие опытные пользователи или даже имеют образование в компьютерных технологиях. Но далеко не все, а точнее практически никто, готовы во все это закапываться. И вот они стоят друг на друга и смотрят. С одной стороны технические специалисты, а с другой стороны бизнес-заказчики. И, в принципе, наверное, они подразумевают одно и то же. Но иметь очевидное прозрачное решение у них нет. Вот это вот моя главная боль, как специалист по юзабилити. Вот здесь я постаралась изобразить гибрид нейросетки и лабиринта. Потому что, извините, когда я узнаю состав продукта после пяти кликов, это неприлично. Ну, серьезно. Это уже просто неприлично. Более того, когда я дошла до состава продукта, я просто вижу название программного продукта. А функционал-то его где? Серьезно. Это один из лучших случаев. Это, правда, весьма неплохо проработанная маркетинговая история. Но вот она заканчивается так. Я вижу какой-то список. И дальше, да, я должна сидеть и разбираться. И чаще всего лезть на гитхаб и понимать, какой функционал-то. Ну и главное, что, повторюсь, нет каких-то юзкейсов, нет общих решений. Не знаю, автоматизация лекционного помещения. Мне надо провести… Ну, я сейчас веду курс. Он параллельно идет в Уфе. Соответственно, мне нужна телеконференция. Мне нужна возможность, чтобы у ребят был доступ к гефе из Уфы, чтобы не пересылать пакеты и так далее. У меня нет этой возможности создания среды. То есть, да, я могу сидеть собирать, и вот мои коллеги мне там помогают, но почему не собрать это в пакет? Самое интересное, вам даже ничего не надо придумывать. Придите в университеты, посадите перед собой людей и спросите. Вам все расскажут. Я вам все расскажу, честное слово. Причем серьезно, очень многие представители различных департаментов, люди весьма продвинутые. Они уже неплохо пишут технические задания, они расскажут. Главное их послушать и реагировать так, что с моей точки зрения это рано. С моей точки зрения много чего рано. Но оно происходит. Ну и цена. Вспоминаем про федеральный закон о госзакупках. Любимый. Сейчас его еще больше усложняет. Если нету, как бы любая закупка проходит через отдел закупок. Ну иначе никак. Были моменты, вот прекрасные моменты, когда во время ковида по специальным распоряжениям можно было сделать закупки вне. Но сейчас, даже если не проводить открытый конкурс, то отдельный вид извращения. Да, это больно, поверьте. Если даже не проводить открытый конкурс, все равно отдел закупок собирает информацию о ценах. А если вы думаете, что отдел закупок будет закапываться и делать запросы, вы ошибаетесь, они смотрят по открытым источникам. А то, чего нет в открытых источниках, с точки зрения не существует. Да, я понимаю, что иногда очень сложно сказать. Вот это стоит только-то. Но напишите хотя бы цена лицензии от. Цена пакета от зависимости поставьте для соблюдения, чтобы это не было открытой офертой. Ссылочку. Ну пожалуйста, облегчите нам возможность у вас-то купить. Потому что в этом случае отдел закупок мониторит, находит какой-то хтонический ужас по цене в три копейки, а потом говорит, а что это вы такую дорогую вещь показываете, вон же есть хтонический ужас за много меньше. И это, кстати, к вопросу функционал. Потому что если нет открытого функционала, нам нечем это отбивать. И иногда, когда у нас есть распоряжение купить что-то российское, мы покупаем хтонический ужас, кладем его на полочку, а дальше разными кривыми способами ставим что-то нужное. О, как у меня времени. Так, тогда быстренько пропускаем народу. Итак, что я предлагаю по барьеру 1? Во-первых, давайте создавать экосистему продуктов по различному виду образования, чтобы было видно. Школам сюда, ДПО сюда, вузам сюда. В принципе, можно даже не делить дальше, например, не делить пакеты для технических вузов и так далее, потому что сейчас это очень сильно сращивается. Раньше или поздно любому университету начинает требоваться либо инженерное ПО, либо разные среды разработки и так далее. Вполне достаточно, если будут просто четкие пакеты. Пакет для университета, пакет для школы и так далее. Это решит проблему, наверное, 80. Более того, по каждому продукту отдельный презентационный материал с подробным описанием функционала. Ну, серьезно. И особенно те задачи, начиная от задач, которые решают. То есть задача — обеспечить работу удаленного лектора. Пожалуйста, раз, два, три, четыре. Записываем функционал. Не знаю, вот этот вариант до 200 подключений. Вот этот вариант больше-меньше. Ну и минимум технических деталей. Поверьте, вас все равно с ними достанут. Вам всегда удастся показать код. Это, ну, придет технический специалист, и все разберется. Но, кстати, самое забавное, что очень часто установку ведет даже не специалист IT-служба, а вполне себе продвинутый пользователь. Тоже мануалы, документация, все, понятно, разжеванное. Да, мы объясняем, как для идиотов. Но что делать? Ну и, соответственно, презентационные материалы должны формироваться как задача решения. Ну, это, не знаю, мне казалось, это хороший тон уже последние лет 20, но сейчас я понимаю, что, видимо, кто-то это проигнорировал. Размещение информации на сайте по законам UX. Я не буду в это вкапываться, потому что иначе мы перейдем к лекционному материалу часов на пять. Это будет интересно, но долго. Но самое главное хотя бы, что до любой информации расстояние не больше трех кликов. Ну, пожалуйста, очень сложно копать. Потому что, знаете, когда приходится работать по законному и принципам ASIN, это уже не закупка чего-то, это уже разведоперация. Главное, описание простым и, что еще, пожалуйста, индексируемым языком. Сейчас роботы уже достаточно умные, поэтому если вы просто пропишите в фразах оборудование для лекционной комнаты, программное обеспечение для лекционной комнаты, программное обеспечение для среды разработки, программное обеспечение для моделирования роботов, чего-нибудь еще, этого вполне достаточно. Это роботы схавают, и при нужных запросах у нас все будет вполне себе неплохо. И ваши решения будут выпадать в первую очередь. Ну и, пожалуйста, подчеркивайте, что это отечественное свободное программное обеспечение. Ну, серьезно. Картинки и схемы, простой язык, рисуночки, инфографика, все, как мы любим. Про цены. Ну что? Цены, пакет, цена, варианты цены. Ну и чтобы тетя и служба закупки могли это достаточно быстро понять или хотя бы сформировать вам запрос, а на этот запрос получить быстрый ответ. То есть ответ к службе закупки не должен включать кучу технических деталей, а должен включать функционал и цену. И ничто другое. Ну и вот спасибо большое. Михаилу вчера поднял вопрос. Я даже добавила отдельный слайд. Это формирование комьюнити. Комьюнити — это практически бесплатный способ продвижения. Но это комьюнити должно быть не только на технических специалистов. Пустите туда пользователей. Поверьте, в университетах много продвинутых пользователей. Да, возможно, они будут задавать иногда наивные вопросы. Но если окажется хотя бы один, два, три добрых человека, которые это объяснят, то есть не надо будет приходить на форум и с вопросом, как настроить рояль, а уходить с криками по зорфиговому огороднику. Такое случается. Поэтому, да, комьюнити, те затраты, которые, когда мы создаем комьюнити, она должна включать затраты на модерацию и на регулирование работы, чтобы действительно, ну как вы можете не уметь патчить? Ну, умею. Не умею, точнее. Готова обсуждать? Готова к помидорам? Я люблю салатики. Жду. Стас и пришел, но я позволю себе занять место этого человека. Вот смотрите, вы говорите, сделайте так, мы с радостью выберем свободный ПО, кто-то там уже написал какие-то штуки, а как вы оцениваете затраты, которые, вы же маркетолог, как вы оцениваете затраты? Вы сказали, сообщество бесплатное. Ну, как бесплатное? Вот я создаю сообщество, ну, в общем, мягко говоря, затраты на создание и поддержание сообщества гораздо, ну, не гораздо больше, но, в общем, сопоставимы с техническими, очень сложными задачами. Вы сейчас про временные затраты, денежные затраты, душевные затраты? Ну, все, все вместе. Вы не можете создать комьюнити со словами, я создал чат. Гол. Да. Второе. Вы говорите, о, напишите цены, а кто вам сказал, что линейная, вот такая система линейная, вот смотрите, мне нужен офис и функционал, напишите функционал. Вы очень правильно сказали, что бизнесу нужно решать задачи, ему вообще плевать. Так вот, мой посыл в том, что вы не учитываете, вы говорите, цена разработки. вот в первый день было сказано, что вы лицензию покупаете, все, вот это убирается. Нет, стоимость программного продукта гораздо больше. Это жизненный цикл продукта. Если вам нужно оборудовать это помещение, то внутри вот эта цепочка поставок будет очень-очень большая. Антон, тут много вопросов еще. Давай передадим. Понимаете, да, у вас вопрос абсолютно правильный. Первое, почему я говорю, что комьюнити это практически бесплатно? Потому что по сравнению с рекламной компанией это стоимость порядка 1-2%, да, и это, как правило, вложение не денежное, это вложение именно трудовых ресурсов, я почему и спо, и душевных ресурсов. Да, здесь, конечно, отлично работают люди идейные, люди энтузиасты. Да, господи. Давайте так, я создавала комьюнити не один, не два раза, в конце концов, первый раз я это сделала еще в 2002 году, и это мне тогда не стоило ни копейки. Поэтому я знаю, о чем я говорю, я знаю, что комьюнити это недорогой способ. Да, у него придется разработать, у меня нет волшебной кнопочки, которая говорит, вот создайте комьюнити, гоу, я создал, и все придут. Нет, конечно, надо всех включать, надо популяризировать. Ваша конференция, возможно, в расширенном составе вообще прекрасный способ это комьюнити создать. Даже, если даже просто создать и распространить по заинтересованным людям в университете, где вы четко пропишите, вот сюда вы или ваши пользователи могут прийти, задать вопрос и получить ответ, и это будет разгрузка техподдержки любого IT-департамента, это не стоит ни копейки, это стоит два, три рабочих дня времени. Понимаю, все заняты, у меня тоже куча работы, но мы же все-таки хотим решить вопрос, а не пострадать. Вот второй вопрос по поводу денег. Спросили экономисты о деньгах, получили лекции на три дня. Да, я по первому образованию экономист. Итак, я знаю, что стоимость нелинейна. Я не говорю о том, что надо сделать четкую цену, вот за 100 рублей вы получаете все. Нет. И как бы даже если вы это сделаете, все равно, естественно, никто вам не поверит. А здесь, почему я сконцентрировала меня на пакетах? Не стоимость одного программного обеспечения, стоимость пакета. Стоимость пакета от. Естественно, надо рассчитывать, надо рассчитывать с запасом по рискам, надо рассчитывать с запасом на дальнейшую доработку и так далее, и так далее. Но когда даже приблизительная цена, господи, в конце-то концов, когда вы видите, откройте любое коммерческое программное обеспечение, вы увидите стоимость от. От — это уже определенная точка отсечения, это уже определенный ориентир, который позволяет пользователю понять, окей, от, а дальше мы уже начинаем копать, 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 копать. Иначе мы получаем, не знаю, кто-то покупал в Инстаграме, когда там есть прекрасная фиговина. Сколько стоит? Цену написал в личку. И вот каждый раз это бесит. Это бесит всех. А тех людей, которые не хотят себе купить личную фиговину, а хотят купить непонятную штуку для непонятно чего и проверить ее цену, это не просто бесит, они просто закрывают общение с вами. Поймите, рынок образования огромен. Если туда входить, это потребует определенных вложений. Но сейчас прям реально отличная ситуация, когда это можно сделать, не скажу бесплатно, но с достаточно невысоким порогом входа. Сейчас войти можно. Дальше будет уже позже, потому что коммерческое ПО не спит, и они придумывают способы все это обойти. Можно я пару ремарок к вашему докладу? Во-первых, огромное спасибо выступающим. Это блестящая иллюстрация к моему вчерашнему докладу. Вы услышали полный набор мипологем, касающихся программного обеспечения. Тут вам и покупка, продажа программ, тут вам и коммерческое ПО и все остальное. Блестящая иллюстрация, и я очень благодарен. И вторая тема. Вот это я много раз говорил, выступая перед маркетологами, которые занимаются продажей свободного программного обеспечения. То есть проблема состоит в том, и ваша, пардон, в частности проблема, мы не торгуем лицензией, мы торгуем услугами, а вся государственная российская система закупок она заточена под покупку лицензий в плане IT. И она совершенно не заточена под покупку услуг. Мы не продаем, как Microsoft, лицензию на что-то. Мы продаем услуги по установке, внедрению, адаптации, сопровождению и всего остального, то есть полного жизненного цикла программного продукта. Да, замечания некоторые были, на мой взгляд, справедливые. Извиняюсь, что я вмешиваюсь, но мы уже забираем время следующего доклада. Давайте так, все, кто меня хочет побить, могут это сделать позже. Я не ухожу. Так что, сейчас у нас Александра Панехова. АПЛОДИСМЕНТЫ